МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Паильник – это промежуточная стадия между бутылкой и чашкой. Некоторые специалисты рекомендуют обходиться и вовсе без него. Чем быстрее ребенок научится пить из обыкновенной чашки, тем лучше. Тем не менее, паильник – лучшее, что пока придумали для дорожных условий. Знакомство с чашкой должно проходить в спокойной обстановке. Лучшая поза для ребенка – на стульчике для кормления или на коленках у взрослого. Поначалу предлагайте просто воду. Налейте совсем чуть-чуть в чашку и объясните, что вы хотите от малыша. По мере освоения чашки предложите малышу компот, сок или чай. Первое время не заполняйте прибор полностью. Это утяжелит чашку. К тому же ребенок может поперхнуться. На этапе знакомства с чашкой делаем всего глоточек. Если малыш капризничает и отказывается пить из чашки, делаем привлекательным не только процесс питья, но и сам напиток. Можно немного пересластить питье, чтобы усилить впечатление и пробудить интерес. Большинство детей в определенный момент хотят научиться есть и пить самостоятельно. Но многие мамы за неимением времени снова дают бутылочку или пробуют докормить своей рукой при помощи ложки. Но именно это самый лучший способ отбить желание действовать самостоятельно. Лучший возраст учиться пить из чашки от момента введения прикорма до года. В это время любое действие сопровождается фразой «я сам». И именно в этот момент проще всего научить малыша самым необходимым бытовым навыкам. Редактор субтитров А.Семкин